всем привет друзья мои вы у меня на канале прогулки на пенсии середина июня мы с вами отправляемся за травкой за чаем сегодня посмотрим как цветет сныть может быть наберем немножко цветочков потому что у меня уже есть на чай и посмотрим на иван чай потому что я вроде бы его где-то там заметила вот этим будем сегодня заниматься с вами день такой приятный времени 12 час дня и не сыра и росы уже нет я думаю нам все удастся везде все земля вся очень сырая потому что у нас два дня были грозы и лил дождь ну пойдем с вами потихонечку прогуляйтесь со мной если вы со мной оставайтесь у нас тут целый пляж образовался люди не купаются конечно потому что здесь нельзя но загорают активно германии конечно все закрыты по уши потому что считается это очень опасно все эти загар по три по четыре часа на таком открытом солнце а у нас все как-то вот знаете лет на сто запаздываем наверное все активно просто активно загорают и даже топли с ноги да такое тоже бывает боюсь что если топлист у меня не пропустит youtube конечно ну что ж это выбор же тех кто это делает на всякий случай отвернемся потому что youtube не пропустит вот эту голость поэтому мы сторону отвернемся но как бы видимо не хватает внимания женского или мужского и человек делает все для того чтобы сказать я тут посмотрите на меня это тоже сигнал потому что человеку чего-то не хватает здесь достаточно много всегда пенсионеров они тоже стараются получить какие-то ванны вот а раньше вот на этом косогоре склоне всегда загорали а сейчас вот прям как-то мало здесь кого-то вот вижу пару он достаточно в годах рядом молоденькая достаточно девочка это сейчас очень модно модно тренд такой чтобы папик содержал но это уже давно с девяностых как бы это нормально уже все к этому привыкли так идем с вами идем да вот я иду таким стараясь шагом быстрым и объясню почему тут я обнаружила у себя на телефоне случайно было в парикмахерской и там пока ты красишься потом стрижка ты сидишь около пятидесяти минут ждешь пока краска там сделает свое дело не вот я в телефоне своем что-то там рылась рылась а я вообще использую телефон только для звонков маме близким и очень редко и вот нашла там такую программку которая вдруг мне показывает сколько километров я ходила все эти дни в июне в мае я была так удивлена оказывается если мой телефон со мной то он всегда считает мои километр я раньше думал что для этого нужно обязательно браслет на руку одевать моя дремучесть такая мне потом объяснили близкие мне люди что да ты просто идешь а он считает сколько ты прошла причем каждый день начинается с того что ты себе ставишь цели и там такая картиночка виде кружочка и вот пока этот кружочек не завершится это значит вот ты свою норму сделала нужно ходить мне лично пять километров в день я вчера находила всего три вечера мне пришлось дображивать дохаживать но это очень приятно потому что пять километров получается я разделяю интуитивно на две части с утра хожу и с обеда и у меня получается пять километров и когда пять километров проходите кружочек делает оборот как часовая стрелка по кругу и в конце дня вас награждают какой-то картинкой или просто вам пишется что вы свою норму выполнили я была так обрадована знаете ну вот это какой-то мотиватор это вроде картинка это вроде игрушка но так здорово так приятно сегодня встала быстренько собралась думаю так мы сегодня пойдем посмотрим во первых травки на чай какие-то заготовим плюсом будет служить километраж который я прохожу спасибо тем кто со мной рядом это они меня стали вытаскивать на прогулку утром и вечером иван андреевич спасибо большое вам и благодаря этому у меня мышцы на ногах немножко накачались я как-то стала себя лучше чувствовать и спина главная спина моя перестала ныть гореть болеть в области поясницы потому что мышцы видимо стали работать так что огромное вам спасибо всем кто меня поддерживает и кто меня вытаскивает с этих болячек и болезней ой как круг клумба преобразилась посмотрите какая красота ой какая красота такие ярко-ярко красные цветочки только я забыла как они называются хотя я помнила леатрис нет по моему не знаю вот такие у мамы тоже в огороде есть пару кустиков но здесь они очень яркие такая клумба появилась у нас года два назад мой красотища хорошо здесь растет все на солнышке фиалочки весной были вот колокольчики пошли цвести вот такой колокольчик я хочу себе я хочу ну выкопать отсюда конечно грех как хорошо а у меня под окнами смотрю выбросили тоже лилейники свои маленькие хвостики вверх это значит что лилейник будет цвести но у меня под окнами разные лилейники и выбросили вот эти красоднев другое название вот такие рыжие те которые были у нас в детстве помните такие длинные глинастые а современные лилейники они немножко другие они во первых короче и цветок у них крупнее и они всего сантиметров 50 где-то я видела а вот он расцвел вот посмотрите вот такой будет компактный кустик это вот современный лилейник с вот таким вот цветочком крупным сантиметров 50 ладно идемте идемте дальше недавно скосили траву очень хорошо у нас приятная погода после грозы и дождя температура упала нам много было 28 29 а сейчас 21 23 на солнышке печет а так он некомфортная температура но вот друзья мои опустила я немножечко дорогу свою как я иду к своему саду заросим и дикому все в крапиве крапива настолько душистая что я даже со своим плохим обонянием чувствую ее такой вот тяжеловесный запах очень хорошо очень хорошо так ну вот они заросли сныти даже отсюда чувствую медовый аромат такая шапочка состоящий из множество мелких 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 ароматом то ли ванили то ли еще чего-то ты смотрела блогера с немецкими корнями она рассказывала только будьте внимательны когда вы видите вот эти шапочки посмотрите какие листочки под шапочками это должны быть листочки сныти убедитесь что это сныть потому что очень похоже цветет еще одно растение тоже шапочками болиголов называется болиголова совсем другие листья они напоминают петрушку поэтому не ошибитесь потому что болиголов растение ядовитая посмотрите листочки тройные это сныть а если листочки разрезные как у петрушки это болиголов не ошибитесь так вот блогер рассказывала что нужно собирать эти шапочки вот это тоже сныть внизу тройчатые листочки рассеченные не просто рассеченные а именно рассеченные натрия если рассеченный как у петрушки еще раз повторяю это болиголов вот здесь вот кстати заросли болиголова они очень часто растут прям рядышком вот смотрите целые заросли это болиголов вот листочек рассеченный но он как у петрушки или как у рябины пожалуйста так а мы с вами ищем немножечко другое так мы ищем с вами иван чай это наверное самый знаменитый чай который был в россии во все времена вот его возили в другие страны и он растет у нас под ногами просто многие не знают что это такое я кстати тоже долгое время не знала потом посмотрела однажды передачу про то как делает этот чай сейчас в современных условиях там где он растет он произрастает очень много где и решила сделать такой чай можно просто сделать посушить эту травку но она в заваренном виде никакая как трава поэтому ее рекомендуют ферментировать сейчас покажу как она выглядит такая вот узкие листочки на длинном стебелечки а на конце позже появится кисточка с ярко-розовыми цветочками это и будет иван чай вот она видите вот и цветочки виде такой кисточки очень красивый цветет почти все лето сейчас это вот такая палочка с такими листочками когда делают чай обычно обрезает среднюю часть среднюю части листочки убирают а вот этот стебелек выбрасывает мы с вами так делать не будем и пощадим мы просто с каждого стебелечка сорвем по нескольку листочков здесь очень много этого иван чая нужно обязательно дома будет его подвялить около часа потом скрутить между руками под 45 листочков в виде такие знаете мокрые колбаски и накрыв мокрым полотенцем выстоять это около трех-пяти часов произойдет ферментация и потом уже вот эти вот такие скрученные колбаски отправлять на сушку при ста градусах духовку или просто в прохладном месте проветриваем все эти колбаски высохнут распадутся на гранулы и вот тогда когда вы будете заваривать уже эти гранулы у вас появится такой яркий яркий цвет насыщенный чая как будто это цейлонский или хороший грузинский чай помните был когда-то такой чай 36 я помню по детству мама всегда его брала вот такого насыщенного красивого цвета он будет и ароматный у особого аромата я как бы в чай не различаю я не чаевница вот ну и это сделаем обязательно соберем с вами сегодня у нас такая цель и такое дело сначала прогуляемся по лесу обязательно и начнем со сбора цветочков сныти в лесу будем собирать и так а это уже завязалась калина недавно я вам показывала как она цветет шапочками она здесь вся 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 завязалась и снизу и сверху калины будет много слава богу я хотела насушить калиновый цвет но не решилась жалко было срывать потому что калина все-таки редко здесь когда цветет и плодоносит кусточков то и много а вот чтобы она цвела потому что чтобы калина зацвела она должна выйти на полянку солнечно обычно в нашем лесу она растет вдоль тропинки и она такая маленькая сантиметров 50 и не хватает солнца и она постоянно остается вот в таком чахлом состоянии вот уже ближе к лесу и эти шапочки сныти блогер которого я слушала она сама собирают цветочки этой сныти сушит и использует выпечки потому что она именно говорила что не только чай можно заваривать но также использовать при выпечке тесто будет ароматным я хочу попробовать сделать и для чая и просто так дуб приветствую тебя лесовичок позволь пожалуйста немножечко собрать для чая и как пряность твоих травок сегодня пришла за шапочками сныти вот она здесь вся здесь хорошо различается что это именно сныть по треугольным вот этим листой по трехчастным листочка сейчас прямо сныть цветет цветет везде вот такие остатки от дождя подойдем обязательно погладим наш старый дуб потом пойдем гулять вот так пахнет хорошо ну вот нашла полянку всю заросшую снытью она так мерно-мерно качается и головки говорят сорви нас сорви нас напоминаю что мы заготавливаем чай немного для себя чтобы побаловать себя в зимние долгие вечера или если мы не дай бог приболеем это очень хороший ароматный вкусный лечебный полезный чай и самое главное хорошо быстро заготавливается вы просто прикасаетесь к шапочке берете ладонями и срываете я вот заготовлю себе небольшой пакетик сныть и мне будет достаточно когда прикасаетесь ладонями к верхней шапочке то чувствуете что ладонь через какое-то время липкая попробуйте лизнуть ее и вы заметите что она сладкая и вокруг кружатся не пчелы такие какие-то мелкие-мелкие мушки насекомые то есть у всех есть ведь свои хозяева и свои гости вот здесь так точно так и будем собирать да кстати до сих пор и вообще все лето можно готовить вот из этих листочков которые ниже вот сныть уже цветет цветущая а здесь листочки молодые и постарше и эти постарше ничего страшного и все их можно оборвать вот так вот порезать и сделать прекрасные щи и точно так же квасить ну а не квашу просто набираю себе пакетик и на 2-3 раза мне хватает на щи нежная зелень необыкновенный вкус в щах вы знаете вот это не просто листья вот ну своеобразный вкус какой-то свой очень вкусные щи получаются ну и можно заваривать так же чай у тех у кого подагра ну вот я такой человек поэтому если я чувствую что ножки мои как-то начинают хромать или ломить обязательно беру несколько листочков завариваю чай целый день пью день-два-три потом становится легче так что друзья мои заготовьте себе листиков сныте если у вас вот такие болячки ну все я буду заготавливать сейчас цвет и немножечко нарву листочков для щей вот такая тишина сейчас красота птицы почти не поют терерикают потому что время ближе к обеду а я сюда пришла чтобы показать вам именно заросли сныти вот как весной текла вода талая здесь у нас такой овражек вода разливалась и вот как она текла в виде такой речки так и сныть так и сныть как речка белая сейчас все-все-все все-все захватила набрала я цветочков достаточно мне достаточно я пришла знаете еще посмотреть я вам показывала видео про первые грибы такие оранжевые куриное мясо и мы вот здесь где-то находили эти грибочки они были очень свежие мы сорвали их ну пару штучек а на дереве увидели зачатки других грибочков в виде таких знаете шишечек как знаете вот заделывают окна оранжевой такой пеной вот они похожи были на эту пену оранжевую а сейчас смотрю издали там все 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 в этих грибочках подойду посмотрю если они свежие я их возьму с собой заберу отварю и со сметаной потушу правда это старый конечно дуб все нормально но они растут эти грибы внутри ведь живут это же паразит и до 3 метров достигают своей длины и вот здесь мы сейчас увидим грибочки растут внизу а еще они вверху да такие ядрененькие ух ух и слава богу никто их палкой не сбил вверху смотрю там срезано это как раз то что мы срезали ну посмотрю насколько они свежи а вот здесь вот посмотрите на высоте 3 метра тоже они вон какой гармошечкой красивой растут видите и там где-то далеко 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 ой прям очень очень высоко там и все 5 и 6 метров ну хотя вот я услышала что около 3 метров слушала специального человека профессионала который рассказывал про эти грибы и говорил что да эти грибы одинаково почти выглядят с теми которые растут в Америке в Канаде на эвкалиптах вот те очень вредные опасные грибы и наши кстати если они растут на старых дубах как вот этот дуб их можно есть на яблонях тоже можно есть а вот если на хвойных эти грибы уже есть нельзя так что имейте ввиду это но я пойду потрогаю грибочки если что сорву их некоторые я сорвала немножечко вот здесь но все-таки они уже да вот хотя и капает с них водичка это первый признак что они именно свежие водичка капает я взяла вот нижние листочки оборвала но так в принципе они уже затвердели потому что стояла жара было немножко жарковастенько но это вполне съедобные грибы имейте ввиду имейте ввиду ну все нашла я мне придется их немножечко подольше поварить они не такие свежие молодые как те которые мы нашли первый раз ничего страшного так здесь тоже мы видели грибочки сейчас загляну нет ли здесь но здесь везде сныть 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 ой благодать какая все спасибо что вы были со мной тихонечко вернусь назад послушаю сейчас птиц посижу здесь понаслаждаюсь хотела знаете еще что сделать спуститься и посмотреть завязалась ли там земляничка на той стороне оврага мы как-то видели с вами что земляника цвела хочу посмотреть хочу посмотреть очень хорошо гулять даже в знойный день здесь потому что вот эти овраги они же сохраняют влагу и в душный жаркий день здесь не жарко совсем а здесь очень приятно комфортно сейчас везде такие пятна солнечные среди тени в общем очень красиво очень хорошо прям просто как будто бы вы влезли в картины Куинджи где вот эти световые пятна прыгают и бегают и вот как бы внутри этих картин вы путешествуете я помню свое первое ощущение и впечатление когда я впервые увидела картины Куинджи вот у меня такое же было желание внутрь прыгнуть как-то я слышала как ребенок точно так же говорил что а я хочу туда с ними вместе когда что-то нравится нам мы как дети хотим попасть именно туда внутрь этого пространства так было и со мной ой посмотрите здесь тоже все-все-все в зарослях и это все сныть шуршу с лакетиками обращайте внимания хочу показать вам пятна 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 света ой благодать и после вот этих сильных дождей гроз нет вот этой духоты она ушла температура 28 была когда была баня а сейчас 21-23 ну просто идеальная какая-то погода где-то здесь я видела земляничку хочу посмотреть она завязалась или нет вот здесь где-то вот здесь я видела так ну-ка да завязалась смотрите вот она малюсенькая расти расти так что будете гулять по лесу обращайте внимание на такие полянки придете потом недельки через две собери соберете земляничку лесную хорошо ее сушить с листиками вместе вот будет полезный чай ну и если мы тут оказались давайте дойдем до моих малиновых зарослей я видела как они цвет набирали посмотрим завязалась ли уже малина сныть все прикрыла чтобы никто не увидел чтобы здесь был полный порядок так завязала вот мы видели цветочки сейчас она цветет видите малинка цветет цветет еще ну дай бог цвети цвети завязывай плодики какие-то уже плодики завязала видите здорово они маленькие но будут расти на самом деле малины в этом году много много был очень холодный май а есть такая народная примета май холодный год хлебородный все будет родиться что бы вы не посадили поэтому пока еще есть время до троицы можно посадить огурцы кабачки тыквы патиссоны все это будет расти но даже если вы и после троицы что-то будете сажать сеять все у вас удастся год хороший год хороший поэтому сейте все лето салаты зелень а в июле после Ивана Купала обязательно редьки редьки редиски и всякие редьки есть же и черная и белая и дайкон и зеленая редька маргелланская я тоже хочу это сделать попробовать потому что все редьки любительницы короткого дня вот и поэтому после Ивана Купала лето сбавляет обороты уже и день становится короче поэтому после Ивана Купала смело можно посеять уже все эти редьки да может быть под зиму какие-то редьки нельзя будет хранить но в принципе сеют именно их в июле даже рекомендуется в конце июля числа 15-20 но мы обычно высеваем после Ивана Купала но там так и получается 10-15 вот и поэтому такая редька будет и храниться и она успеет за сентябрь еще нарастить какую-то массу а если вы на даче до сентября наш ведь сентябрь уже холодный то вполне еще сможете полакомиться в конце августа и в начале сентября в середине сентября дайконом супчик сварить потому что суп из дайкона лечебный вот как у нас суп для согревания это например суп из чечевицы из фасоли в Японии это суп из дайкона согревающий и вообще это суп для восстановления сил поэтому его дают больным которые поправляются так что не забывайте про эти культуры если у меня будет возможность я обязательно это все посею на любом огороде у меня своего огорода нет но даже в отпуск я беру всегда с собой какие-то семянушки и прошу хозяев выделить мне какой-то кусочек и немножечко там балуюсь высеваю что-то где бы я ни находилась у нас в стране не у нас в стране возле леса возле моря все равно где мне вот доставляет удовольствие сеять наблюдать как все это появляется а уж если там появятся листики салата и я смогу насладиться ими как в прошлом году это было насладиться смогу ими во время отпуска сорвать вот этот листочек к утреннему завтраку это вообще будет счастье счастливое всех поэтому призываю к этому ну что я иду сейчас на полянку где я нашла листочки растения для иван-чая и там сделаю заготовку а мы на этом нашу небольшую прогулочку за лечебными чаями в лес завершаем желаю вам всего доброго хорошего вот таких вам солнечных пятен в вашей жизни если нет яркого солнца да яркое солнце и вредно летом особенно для нашего организма вот побольше вам именно этих солнечных пятен чтобы вы могли спокойно гулять наслаждаться радоваться жизни на пенсии ли без пенсии всего вам умеренно солнечного потому что я все-таки боюсь что такое яркое солнце оно все-таки вредно заготавливайте сейчас шапочки сныти листики иван-чая кстати липа зацвела если у вас есть такая возможность липу заготавливайте и получайте от всего этого удовольствие всего вам доброго здоровья мира всем благополучия и увидимся до новых встреч до новых встреч до новых встреч Продолжение следует...